так вот я думаю мимо прямо пришло я думаю ну выйду сюда знаешь скажу потому что ну хотела очки хотела очки одеть от солнца видно так шикарные очки одевать от солнца вот тут какие-то завалялись у меня лучше скажи у тебя будет когда-нибудь прямо трансляция с того как это многие задираешь на культуре а вот я хочу спросить у учителей можно ли снимать потому что многие американки не любят когда их снимают они почему-то думают что их там может быть хотят соблазнить я не знаю почему они не все любят когда снимают но я хочу спросить ну может быть не было бы интересно глянуть можете с тобой бы ноги позадирала мы можем зубы делают зубы делаю там позабирала мы можем все это все организовать так вот к тебе вопрос моя подруга драгоценная что ты думаешь насчет комментариев разрушают ли они человека дают ли значит ты знаешь я сегодня я сегодня полночи переписывалась с одним моим старым другом и если брать лично меня меня больше меня больше расстраивает разрушает вот когда мне по телефону например что-то скажет или в личке что-то скажет а комментарии научилась к этому же относиться знаешь так философски нет ария уже такая выросла броня нет 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 ни в личке не по телефону ты не поняла я имею ввиду комментарии когда ты общаешься со своим близким человеком дома допустим да ты говоришь там мужу своему вот опять ты это сделал там вот это все поймешь я не говорю сейчас за социальную сеть а я говорю за эти комментарии что все вот дал ты имеешь отношения с человеком допустим ты замужем или там ты не важно с кем не важно может подруга какая и ты вот разговариваешь опять ты так же сама сделала вот опять и вот эти вот вещи понимаешь дача сегодня в духе пошло что нельзя ни в коем случае вот это постоянно повторять вот валера вчера мне чайник чайник опять поставила вот все как всегда я же просил чайник этот всегда не станет это всегда как всегда все и все по кругу ну и тоже вот как бы тебе к себе притягиваем это насчет насчет этого конечно я согласна что в семье такое желательно чтобы такого не было но у меня такого нет я как-то знаешь я в этом смысле слава богу если начинает на меня там что-то какую-то бочку катить то мне кажется не получаю знаешь я нашла вчера книжечку я вчера я вот читала маленькую мальтво слов вот он у меня лежит здесь в машине вот а что ты думаешь насчет православных молитвослов вот задумывалась ли ты на тем что это как бы подсказка людям молиться да вот как не просто вот как мы учимся что не надо эти тарабанить молитвы заученные а что это просто вот как вот ты пишешь молитвы до особи пособия пособия по молитвам да что ты думала ты знаешь мы разговаривали мы разговаривали буквально пару дней назад с моим товарищем с его сыном разговаривали по поводу молитвы так чуть-чуть и я знаешь как это могу с чем сравнить вот когда люди говорят о том что надо молиться четкой конкретной какой-то молитвой да я привела бы такую аналогию это все равно что прийти знаешь на день рождения к человеку и читать ему открытку вот открыл открыл открытку и читаешь стих стоишь знаешь который там написаны и вот этот человек короче он слушает стих да ему как бы приятно там может быть даже в рифму все ему приятно но 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 как-то что-то знаешь не то вот лучше было бы если бы этот человек сказал вот зная тебя знаю тебя лично сказал пару слов но от души вот для меня молитва это что-то такое вот что я думаю что богу приятно конечно если бы ты говорил от души пару слов но надо тоже понимать структуру молитвы да вот как выглядит отчина с чего она начинается что она начинается с прославления потом продолжается она там ты ходатайственная молитва ты можешь там просить за родственников можешь там какие-то нужды свои озвучивать можешь просить чтобы тебя бог охранял и в конце она заканчивается тем что ты опять его хвалишь благодаришь и в конце говоришь аминь да вот структура есть определенная на структуру стоит обращать внимание мне кажется молитва словах там ну вот есть эта структура чтобы понимать как молиться но по факту какие-то конкретные слова я не думаю что это обязательно главное чтобы это было от сердца я просто мое такое мнение что лучше не с открытки читать знаешь поздравления не 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 из открытки читать молитву там какую-то а ту которую ты уже прожил сердцем потому что лучше сказать пару слов ну от сердца чем на структуру обращать внимание нужно как молитве должно быть прославление знаешь принцип бутерброда как говорят в аркетологи начали прославление похвали обязательно скажи что бог в твоей жизни значит потом проси если у тебя есть какие-то нужды хотя он и так знает что какие у тебя нужды да кайся если ты там накосячил там какие-то свои мысли озвучивая а в конце опять его восхваляй вот паучи наш можно пример классный брать и ну я так думаю что это правильно я стараюсь этой структуры придерживаться и детей учу потому что они у них молитва знаешь когда дети молятся у них молитва такая интересная благослови 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 и всех родственников до пятого колена благослови в конце прости если я что-то сделал не так аминь знаешь не совсем я думаю это правильно как бы это не совсем наверное прикольно я так села подумала начала им объяснять вот что богу нужна похвала ему нужна чтобы это это все равно что маленький ребенок значит подходит к отцу и говорит дай мне на шоколадку дай мне на на там не знаю на новую юбку дай мне на прическу дай мне на помаду а еще дай мне там на блокноте красивый дай мне все я пошел пока ну аминь да но грубо говоря да понравится отцу если ребенок будет все время у него только просить а не говорить а то там папочка ты у меня такой хороший спасибо что ты есть вообще так рад что ты у меня есть знаешь вот как то так прекрасная аналогия вообще замечательно думаешь вот молитва отче наш она дается каждому человеку может ли молитву отче наш использовать женщина которая допустим занимается эзотерикой или какими-то разными оккультными вещами допустим гадает или там как вот сейчас модно всякие вот эти женщины которые сидят сейчас там раскладывают карты какие-то таро плюс смотришь у них там у них там какие-то иконы сзади них они говорят что они потомственные какие-то гадалки какой-то бабушки что они еще и верующие ко всему может ли такая женщина советовать молитву отче наш или сама ее читать что вот как ты думаешь что вообще это для кого написано могу сказать одним я могу сказать одним словом да но может чуть-чуть пояснить этим всем занимаются те кто вообще понятия не имеет что написано в библии потому что в библии постоянно вот я то что вижу катя что там написано что это мерзость перед богом мерзость вот эти все практики я у меня есть близкие друзья которые занимаются психологии нумерологии они они ведут эти инстаграм страницы они это ведут в массы знаешь и я за этим наблюдаю я просто понимаю что вообще ждет этих людей какие мощные испытания ждут их впереди они даже не понимают что они сбились пути да они оппозиционируют себя как истинно верующие люди которые верят бога знаешь которые там очень аж даже вот но они ничего не вкладывают в эту молитву они тарабанит ее знаешь как вот это траве сидел кузнечик заучили и даже не вкладывая смысл никакой в эту молитву и и в библии четко написано что эти все люди которые занимаются а это оккультные практики гадания таро нумерология эзотерика все все что уводит нас от истины которая написана в писании все это мерзость перед богом и такие люди царство божьего не наследует написано черным по белым библии к сожалению это очень печально что вот люди уходят за полуждение но не считают себя верующим четко написано вот я могу прям вот прям занимаешься эзотерикой идешь тире в ад занимаешься нумерологией ад решил погадать на крещение в ад то есть это ты не можешь заниматься этим и говорить господь пожалуйста помоги мне у меня такая сложная ситуация он на тебя смотрит это дед меня я не знаю тебя ты сквернился ты просто на себя помой льешь хотя воняет за километр как ты можешь вообще очень аж мне рассказывать это просто ну мерзость и я считаю что к сожалению но большинство людей у нас особенно в советском пространстве где прерогатива до православия где уровень знаешь духовный ноль по факту мы вспоминаем про бога на ну даже на рождество не всегда на пасху ну на рождество иногда да ну вот когда надо там идти яйца светить там воду и все такое это так печально катя это настолько вот познание понимания истины это так печально что люди ну к сожалению они ну вот не доходит до них что нужно богу который создал всю эту планету вообще тебя в целом и который тебя благословляет и терпит это все хорошая новость в этом всем заключается ну одна что бог пришел как раз ради таких которые вот занимаются всеми этими оккультными практиками нумерологии чтобы таких спасти он не пришел ради святых которые его знают да которые ему молятся красиво и все он умирал как раз вот за таких людей которые к сожалению они в заблуждении находятся сейчас поэтому ну как я думаю что я думаю что надо знаешь за таких людей не критиковать не осуждать может быть мягко как-то знаешь увещевать слово такое да мягко увещевать и в тайне молиться а вот все что остается ну да то есть молитва очень наш я так понимаю ты хочешь сказать что написано она не услышана она не услышана этих людей она не просто знаешь это для них как в траве сидел кузнечик они говорят ее но если они параллельно считают сейчас натальную карту себе чертят понимаешь и сидят гадают параллельно то извини ты не можешь быть и на черной стороне и на белой одновременно библии четко написано понятие что это грех и ты не можешь решить и одновременно с богом общаться он от тебя отходит и ему это неприятно для него это просто вони мерзости и он отходит это хоть какую молитву говорит он тебя не будет слушать пока ты реально не справишься ну то есть это как я понимаю но я так понимаю что молитва очень наш написано все же для для христиан для тех кто действительно то действительно идет за богом за его обетованиями за его заповедями исполняя допустим и конечно не за замечательная молитва это классная молитва я хочу еще пару слов сказать я когда-то прочитала книгу абсолютно нейтральную я взяла книгу жизни история мать терезы я читала и она ну такая не сильно толстая знаешь книга это действительно женщина уникальная просто хотя она помог католичка была уникальная просто по своему характеру и по своей силы воли и вообще то что она себя на алтарь положила для служения другим людям ничего не боялась она примерно как сейчас у нас пандемию служила самые страшные болезни лезла помогала людям и вообще то что но это великий человек был такой я считаю ну из людей и она когда-то рассказала там глава про отче наш она рассказала про эту молитву и она говорила о том что она говорила о том что если ты будешь молиться вдумываясь в каждое слово этой молитвы что он означает ну и просить у бога милости чтобы он тебе открыл что же это означает то ты действительно ну будешь молиться а если ты просто ее проговорил хоть бы не забыть одну строчку то ты лучше я не ради рот по полоткай зубы почисти будет больше пользы меня очень коснулась когда один очень верующий человек сказал духовный отец даже так сказал священник он сказал такую фразу многие люди молятся очень наши там есть такая графа прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим да и он мне объяснил говорит многие люди обвлекают себя на проклятие таким образом каким же образом они обвлекают себя на проклятие они говорят прости нам долги наши как мы прощаем но сами не прощают ну к примеру пяти людям какие-то косяки да вот их обидели там может брат там папа там начальник на работе они затаили обиду и простить ее никак не могут. Но молятся молитвой «Отче наш, прости, как мы прощаем». Соответственно, они дают прямой указ Богу, пожалуйста, не прощай нас, потому что мы не прощаем. Понимаешь? Мне, когда открыли глаза на это, я, когда молюсь «Отче наш», я теперь эту строчку, знаешь, смотрю на нее такими глазами и думаю, Господи, очисти мое сердце, потому что, может быть, я действительно кого-то еще не до конца простила, потому что я не хочу Бога просить, не прощай меня, пожалуйста, потому что я не научилась прощать. Понимаешь? Насколько глубокий смысл в этой молитве, понимаешь? Это реально. Очень правильно, потому что сказано, что если ты не прощаешь, то ты не идешь только через Бога, Сына, ты идешь к Богу, Отцу, а если ты не прощаешь, то Царствие ты Божьего не можешь наследовать. И действительно, что очень много людей находится, хоть один человек, но какой-то непрощенный, и все. И все это тщетная вся мишура. Да, классно, конечно. Ну что, попробуем? Ты уже приехала? Попробуем зайти. Я не знаю. Да, я приехала, я опаздываю, они, наверное, там уже занимаются. Давай беги, включай мышцы. Знаешь, как в Библии написано? Крепость и красота одежда ее. Это говорит о том, что мало следить за душой своей, развиваться духовно, надо еще физически подкачивать. Пресс, ножки, ручки. Поэтому это очень хорошо. Молодец. Как говорится. Да. Так что я тебя, сестра, благословляю. Погода, конечно, у вас в Америке обзавидуешься. У нас тут снега. А завидовать нельзя, потому что ты нарушаешься. Ну да, но я же, ты же понимаешь, как это слово заменить? Как это заменить слово? Я же в хорошем смысле, ты же понимаешь. Надо заменять, действительно, потому что слова имеют большой смысл. И я верю, что сначала было слово, и слово было у Бога, и словом было Бог. И поэтому я так к словам отношусь вообще, ко всем словам, чтобы не разрушать. Потому что это все мы пускаем вот сюда. Потом получаем в три раза больше. Поэтому надо относиться к этому серьезно и понимать, что все плохие какие-то выражения, они несут разрушительный характер. Заменить слово «зависть», ну, я думаю, я очень приятно радуюсь, или приятно удивлена, что у вас такая замечательная погода в Джорджии. Или я... Ты удивлена? Начинаю. Мое сердце ликует за тебя, Катюшка. Да, мое сердце ликует за тебя. Альбина, ликует сердце? Тетя Катя пошла качаться. Так. Давай, благословений вам. Давай, всего хорошего. В общем... Была рада тебя видеть. А я очень рада была поднять такие темы. На самом деле, тема обиды и тема молитвы, потому что очень многие люди немножко, я бы сказала, несерьезно относятся к тому, что... Да я помолюсь. Я помолюсь за тебя. И все. А я, ты знаешь, сегодня еще одно слово скажу. Сегодня увидела такое на Фейсбуке. Просьба. Просьба на Фейсбуке. Дорогие друзья, помолитесь за меня. У меня там температура такая. Кто не умеет молиться, просто позитивно подумайте. Я вообще... Вот это вот просто позитивно подумайте, это вообще класс. Вот реально... Это уровень для продвинуток. Да. Если кто не умеет молиться, и вера не ваша тема, просто позитивно подумайте. Обо мне. Я вообще... Думаю, вот это вот, вот, понимаешь? Поэтому действительно обида, она мешает. А ты знаешь, это получается человек верит и в силу Божью, и верит в эзотерику. Знаешь, про вот эти все... Одновременно ты понимаешь? То есть это заблуждение такое великое, что мне сейчас... Ага. А кто-то верующий мне поможет, а кто-то сейчас космическую энергию будет. Вот это все направлено. Я тоже перестанула. Но в любом случае, в любом случае, как бы это пример тому, что происходит сейчас. Да я, да, я... И все как бы. И знаешь, и так, тра-та-та-та-та-та-та-та-та. И все, ты типа галочку поставила. Что ты вкладываешь в это присутствие? И как ты думаешь, если обида есть на человека, на свекровь у кого-то, у кого-то на тёщу, у кого-то на подружку какую-то, Ленку какую-то или ещё кого-то, кто-то там, не знаю, обманул кого-то, обокрал, и тот затаил на него зло. Если это зло хоть немного у тебя затаилось, там, где есть вера, там, где есть обида, вера в одном сердце не живёт. Нет, если ты веришь в Бога, и у тебя есть обида хоть на одного человека, подумай, как говорится, взмолись, покайся перед Господом, скажи, Господь, не хочу я этого, очисти сердце моё, не хочу я этого ощущать, не хочу я это держать, я хочу простить, я хочу быть счастливым, потому что обида ведёт куда? В погибель вечную. Я хочу рассказать два способа, может быть, кто-то будет видео смотреть в записи, как избавиться от обиды, которая особенно затяжная, многолетняя, и очень трудно простить, отпустить человека. Первый способ представить его младенцем... Может, я не иду на тренировку? Сейчас, две секунды. Первый способ представить его младенцем, и что он был очищен, и что он не сразу такой стал, что он тебя прям обижать начал. Вот, и тогда легче как-то простить, что, ну, просто его жизненный опыт сделал его таким, возможно, ну, нелояльным, каким-то агрессивным, и он тебя обидел случайно. А второй способ — подумать о том, сколько тебе Господь простил, и как Он за тебя умер на кресте. Когда ты об этом думаешь, и понимаешь, что тебе проще на многое, что тебе стоит простить одну какую-то обиду. Вот это такие два способа, которые я использую, может быть, кому-то поможет. Вот насчет младенца — это очень верно, потому что все люди откуда-то взяли же эти обиды, да? То в любом случае, когда маленький ребенок рождается, ты смотришь на этого ребенка, ты же не будешь на него обижаться, если он укакался. Не будешь? Не будешь. Если он там разобьет вазочку, ты же не будешь там его избивать или кричать на него, и обидишься на всю жизнь. Нет. Также взрослые люди по своему незнанию, по своему неучению. Бывает такое, что человек рождается в семье, где совершенно не говорят о Боге, где люди просто проживают какую-то жизнь и в культуре этого. Вот как я, например. Я вообще ничего не соображала. Я думала, так, надо два раза пойти в год в православную церковь, поставить свечки и, главное, Пасху посвятить, а потом сгрызть эту верхушку беленькую на этом, на Пасху, чаем горячим. И потом, да, и потом еще все запить там венцом или пивком где-то там на дискотеке, когда, понимаешь, то есть что люди, что, допустим, в это вложено. Поэтому я родилась в этой культуре, естественно, мне никто ничего не рассказывал, я так и жила. Но когда Господь касается тебя, когда ты понимаешь все это, то тебе легче действительно, вот как ты сказала, если младенец, ты его не накажешь, он укакался, ты его возьмешь, помоешь, ты ему оденешь памперс, так и с людьми. Прощать надо, прощать надо, потому что... Просто для Бога мы все... У Бога нет внуков. Для Бога мы все дети. Он всех любит одинаково. Да, он верующих как бы усыновил, он считает их детьми. И написано, бойтесь слез обиженного тобой человека, потому что он будет молиться, взывать ко мне, и я его защищу. Да, то есть он больше, конечно, на стороне верующих, когда он уже... Ты с ним имеешь личное отношение, но по факту он любит всех нас. И для него мы все дети. И надо как-то, да, вот не ставить себя выше, а понимать, что и его он любит. Может быть, он через полчаса станет такой же верующий, как и ты, и поэтому надо просто думать об этом, и все. Любить, любить и обниматься. И аминь. Я ушла уже 15 минут. Давай, беги. Совесть. Давай, с Богом. Давай, с Богом. Благодаря всем дорогоценным. Пока-пока.